Космический аппарат Кассини Только в 2004 году цель была достигнута, и работа по сбору материала, запланированная земными астрономами, началась. Прошли годы, и теперь единственный искусственный спутник Сатурна близок к смерти. Многие люди желают приподнять завесу будущего и узнать, когда наступит последний час их существования. А вот создатели Кассини решили для аппарата этот вопрос еще в конце прошлого века, перед запуском зонда. Роковое событие назначено на 15 сентября 2017 года. Что же за этот срок успел сделать легендарный аппарат? Спутники Кассини обнаружил массу интересных деталей, которые невозможно было бы увидеть иным способом. Внеземные озера Например, на Титане, наибольшем спутнике Сатурна, зонд увидел метановые озера. На сегодняшний день это единственное место в Солнечной системе, где были обнаружены своеобразные водоемы. Помимо, разумеется, Земли. Астероидный лед На маленьком, похожем на астероид спутнике по имени Феба, Кассини выявил белые пятна, сильно походящие на лед. Но это самые тривиальные открытия. Наиболее странными и необъяснимыми стали так называемые спицы в кольцах Сатурна и звуки планеты. Сатурнианские спицы Что касается первого, то имеются в виду непонятные полосы шириной около 100, длиной примерно 20 тысяч километров, которые пересекали кольца гиганта. Причем они появлялись со странной периодичностью. Их видели Вояджеры, пролетающие мимо Сатурна в начале 80-х. А вот в период с 1998 по 2004 спицы замечены не были. Тайну мгновенно появляющихся и также быстро исчезающих структур попытались объяснить 30 ведущих специалистов из многих мировых держав. Астрономы считают, что в этом повинны мощнейшие сатурнианские молнии, аналогов которым не может быть на Земле. По их мнению, пучки электронов врезаются в структуру колец, что и провоцирует появление странных продолговатых полос. В этой версии много недосказанного, но пока это единственное объяснение данного явления. Кстати, одну из таких катастрофических молний, протянувшуюся почти через всю планету, заснял Кассини во время своей великой миссии. Откуда звук? Второе странное явление – звуки, издаваемые гигантским газовым шаром. Это радиосигналы, которые, как предполагают ученые, иллюстрируют сложную систему вращения Сатурна. Порождают радиоволны полюса планеты. Звуки неразличимы для человеческого уха, но Кассини сконвертировал их таким образом, чтобы это стало возможным. Звуки напоминают то ли вой ветра в пустыне, то ли неразборчивый напев с жутковатыми посторонними включениями. Помимо сказанного, зонд обнаружил множество новых мелких спутников, по всей вероятности, захваченных мощнейшей гравитацией планеты. А также громадный шестиугольник, составляющий 25 тысяч километров в поперечнике. Это так называемый гигантский гексагон, локальный ураган. Земляне посредством космических аппаратов наблюдают это явление уже более четверти века, начиная с первой миссии Вояджера. Кассини более подробно рассмотрел структуру. Это титанический вихрь, который кружится в адском танце на северном полюсе планеты. Его правильная геометрическая форма, непривычная для земных вихрей, долгое время не давала покоя ученым. Но все же удалось в лабораторных условиях воссоздать подобное явление. Его причиной считается разная скорость ветра внутри впечатляющей структуры. Последние месяцы жизни Кассини занимался энцеладом, обнаружив в гейзерах ледяной планеты молекулярный водород и прочие микроэлементы, что свидетельствует о наличии в энцеладском океане гидротермальных источников. Подобное предположение ведет за собой гипотезу о бактериальной жизни на замерзшем спутнике. Сейчас аппарат находится на первом из 22 витков вокруг гиганта, которые завершатся полным погружением и смертью зонда в атмосфере Сатурна. Ученые запланировали такой финал для того, чтобы ненароком не занести на спутники Сатурна земные бактерии. Поскольку, хотя аппарат и прошел стерилизацию, все же такой сценарий возможен. Во время своей прощальной гастроли Кассини изучит кольца буквально изнутри, пролетев всего в 300 километрах от их внутреннего края. Фотоотчет, переданный аппаратом, поистине впечатляет. Страшные грозы, крохотные спутники на фоне титанического тела Сатурна, яркие структурированные кольца, бешенонесущиеся вокруг планеты. А самое главное — Земля, которая далекой неприметной звездой мерцает в чернильном небе газового исполина. Миссия подходит к концу, но прогресс неумолим. Когда-нибудь не механические глаза робота, а живые человеческие глаза увидят все это. Канал «Хаббл» верит в будущее. Присоединяйтесь! В конце 20 века произошло событие, повторить масштабность которого пока никому не удалось, даже известному затейнику и фантазеру Илону Маску. В 1977 году в космос были запущены два зонда под говорящим названием «Вояджер» — «Путешественник». Почему миссия, за которой до сих пор следит вся планета, обрела жизнь именно в этот период? Идея отправить непилотируемый аппарат к планетам Солнечной системы возникла еще в 60-х годах. Студент-интерн Гэри Флендера однажды рассчитал, что в конце 70-х годов представится великолепная возможность с помощью гравитационного маневра вокруг Юпитера облететь все внешние планеты Солнечной системы, поскольку они выстраиваются на парад. Работы молодого самородка заинтересовались и выяснили, что его предположение справедливо. Планеты действительно сильно сблизятся, за счет чего можно их повнимательнее рассмотреть глазами дронов. Таким образом, миру явился проект «Вояджер». Аппараты-близнецы стартовали 20 августа и 5 сентября 1977 года, но не в порядке нумерации, а наоборот. Это было сделано намеренно, поскольку перед каждым зондом поставлена индивидуальная задача и разработан персональный маршрут. «Вояджеру-2» достался Юпитер и Сатурн, но после продления миссии он успешно рассмотрел Уран и Нептун. «Вояджер-1» выполнил свою задачу также на отлично. Посетил планеты-гиганты и епитерианские галилеевы спутники. А далее по короткому пути отправился за пределы гелиосферы и стал первым аппаратом, передавшим информацию о суровых условиях межзвездной среды. Что касается времени службы аппаратов, их можно сравнить с марсианским зондом «Аппотюнити», о котором мы рассказывали в одном из недавних роликов. «Вояджеры» также многократно превысили запланированные сроки и надежды создателей. Вспомним же интересные моменты, сопровождающие эту невероятную миссию, с эксклюзивными фотографиями, сделанными зондами, и по сей день имеющие научную ценность. Зонды не просто исследовали планеты Солнечной системы. Они активно их фотографировали. Например, «Вояджер-2» впервые в истории подлетел к галилеевым спутникам и сделал подробные снимки Европы. Именно после их обнародования мир задумался о возможном нахождении громадного океана под толстой ледяной коркой юпитерианской луны. Также зонд с близкого расстояния сфотографировал древний ганимед. «Вояджер-1» впервые сделал детальные снимки Юпитера, в частности чудовищный ураган, на протяжении трёх веков бушующий в атмосфере планеты. Побывал зонд и в окрестностях Сатурна, где в поясе его колец, который аппарат благополучно запечатлел, немного повредил штангу с приборами. В свою очередь «Вояджер-2» — единственный земной аппарат, максимально приблизившийся к замороженному урану. На полюсах гиганта он зафиксировал температуру минус 215 градусов Цельсия. Зонд сделал сотни портретов планеты и её лун, обнаружил новые спутники и кольца. Но особенно близко «Вояджер-2» подлетел к Нептуну, всего на 48 тысяч километров, после чего произвёл уникальные снимки легендарного большого тёмного пятна — самого стремительного урагана в Солнечной системе. Также аппарат обнаружил, что «Тритон» — не единственный нептунианский спутник. Зонд отыскал ещё четыре Луны. Такие кадры завораживают, не правда ли? И наверняка вы спросите, куда занесёт «Вояджеры» спустя тысячелетия. Начнём с общих сведений. Полезная начинка Оба 800-килограммовых зонда снабжены одинаково. Масса аппаратной нагрузки — 86 килограммов. На «Вояджерах» установлены три термоэлектрических генератора, работающих на Плутонии-238, период полураспада которого составляет почти 88 лет. Поэтому продуктивность навигационных и прочих систем медленно, но неуклонно снижается. Аппарат оборудован двумя компьютерами с возможностью перепрограммирования, что неоднократно помогало избегать проблем в пути. Также на борту есть две разнонаправленных антенны, несколько камер, инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры, детекторы плазмы, космических лучей и заряженных частиц, магнитометры. Послание инопланетянам Каждый зонт укомплектован золотистым диском, на котором собрано 115 слайдов с видами Земли, актуальными научными данными, информацией о строении человека. Помимо прочего, электронный носитель полон звуков. Слышен плач ребёнка, грохот вулканов, шум прибоя, человеческая речь. На диск записаны музыкальные произведения и популярные песни. Словом, если кто-то, обладающий разумом, встретится с Вояджерами, то, прослушав и просмотрев предложенный материал, точно пожелает посетить Землю. Как ни грустно осознавать, но рукотворные аппараты постепенно покидают Солнечную систему, отправляясь в негостеприимные глубины далёкого космоса. Хотя пути зондов расходятся, но их судьба идентична. Они никогда не вернутся на Землю. Специалисты считают, что связь с Вояджерами продержится примерно до 2025-2030 годов. Затем рупоры эпохи замолчат навсегда. Примечательно, что в 2017 году, после 37-летнего перерыва, двигатели Вояджера 1 кратковременно запустили, чтобы отрегулировать курс зонда. В последний раз они были задействованы в ноябре 1980 года, когда аппарат пролетал вблизи Сатурна. Где сейчас находятся зонды-путешественники? В сентябре 2013 года НАСА официально заявило, что Вояджер 1 вышел в межзвёздное пространство, покинув пределы гелиосферы. Зону стагнации, рубеж между околицей Солнечной системы и теменью жестокого космоса аппарат прошёл, претерпевая немалые нагрузки. Воздействие сильнейшего магнитного поля, град высокоэнергетических электронов, огнепады галактических лучей. Дальнейшая дорога Вояджера 1 лежит к далёким звёздам. Правда, встреча с AC-79-38-88, ближайшим светилом в созвездии Жирафа, состоится не менее чем через 40 тысяч лет. Зонд пронесётся в 15 триллионах километров мимо огромной звезды. В итоге Вояджер 1 ждёт вечное блуждание по просторам Млечного Пути. Вояджер 2 пройдёт немного иным маршрутом. В январе 2017-го аппарат находился на расстоянии 16,9 миллиардов километров от Солнца. Если бы он летел со скоростью света, то достиг бы этой локации примерно через 16 часов. Но с нашими возможностями путь затянулся на долгих 40 лет. В декабре прошлого года второй зонд, наконец, погрузился в межзвёздное поле. Солнечную систему он покинет после пересечения внешнего края облака Аорта. Далее Вояджер 2 будет лететь сквозь титаническое облако ещё 30 тысяч лет. После этого зонду предстоит пересечь группу межзвёздных туманностей. На это уйдёт свыше 90 тысяч лет. Находясь в газовом плену, Вояджер 2 заодно пролетит мимо звезды Рос-248. Это случится спустя 40 тысяч лет. Существуют и более дальние прогнозы. Через 296 тысяч лет зонд, если ничто не собьёт его с траекторией, пройдёт мимо Сириуса на расстоянии 4,6 световых лет. Итак, зонды, участники программы «Большое путешествие», вошли в интереснейшую фазу, о ходе которой мы, к сожалению, сможем только догадываться. Но у землян остались фотографии, например, Pale Blue Dot – светло-голубая точка. Это не что иное, как земля, запечатлённая с расстояния 6 миллиардов километров. Вот он, настоящий подарок Вояджеров, уходящих навсегда. Давайте ещё раз взглянем на лучшие изображения. Субтитры подогнал «Симон» 13 февраля 2019 года мир попрощался с трудолюбивым электронным посланником Земли на Красной планете – зондом Opportunity. Напомним, что последний сеанс связи с ним состоялся 10 июня 2018 года. Затем, вследствие глобальной пылевой бури, зонд впал в вынужденную спячку из-за неработающих солнечных панелей, занесённых марсианским песком. Учёные предпринимали неоднократные попытки связаться с Opportunity, но он так и не откликнулся. Было принято коллегиальное решение свернуть миссию как нерентабельную. Аппарат работал на Марсе с января 2004 года, продемонстрировав множество полезных открытий и невероятно красивых фото. Opportunity превзошёл все ожидания, прежде всего по срокам пребывания на поверхности нашего пыльного соседа. Вместо требуемых 90 солов, чуть больше 92 земных суток, зонд гостил на Марсе примерно 5500 дней, то есть около 15 лет. За это время аппарат прошагал более 45 километров. Давайте отследим путь маленькой, но эффективной машины, затерянной в песках далёкой планеты, пока аппарат не стал частью истории. Начнём с внешнего вида зонда-долгожителя. Параметры Opportunity Аппарат, запущенный с мыса Канаверал в 2003 году, весит 185 килограммов. По причине гораздо меньшей силы тяжести на Красной планете, этот вес соответствует 70 килограммам. Размеры Opportunity скромные – 1,6 на 2,3 метра, а высота зонда – полтора метра. Отправная точка путешествия Посадка Opportunity произошла не совсем в той локации, где предполагалось, а с поправкой на 25 километров. Но этот факт оказался удачным, поскольку зонд сел аккурат в кратер, который астрономы и не мечтали изучить. Яма глубиной 22 метра позже была названа кратером Игл. Opportunity приземлился на одном из его откосов, не доходя 10 метров до внешнего края метеоритной воронки. Едва опустившись на поверхность, зонд сделал несколько панорамных снимков кратера. Перед взорами землян предстал сухой и пустынный мир, окрашенный в буро-коричневые оттенки. Уже в первые марсианские сутки марсоход удивил своих создателей. Зонд обнаружил области, где на поверхность вышли коренные горные породы. Это, по мнению многих специалистов, свидетельствует о том, что на Марсе когда-то была вода. В целом, плато Меридиана, находящееся южнее экватора, было выбрано в качестве места посадки не случайно. Здесь много кристаллического гематита – минерала, образующегося только в горячих земных источниках или водоемах со стоячей водой. Это еще раз подтверждает теорию о водном прошлом Марса. А тысячекилометровое плато Меридиана, после исследований, проделанных зондом, официально считается дном Древнего океана. Уникальная марсианская траншея Ни один марсоход до этого не пытался проникнуть в марсианский грунт. А по Тюнити это удалось. За 22 минуты, отчаянно маневрируя на одном колесе, тогда как остальные оставались неподвижными, зонд вырыл неглубокую 10-сантиметровую траншею длиной полметра. Но, несмотря на крошечные размеры рва, внутри аппарат кое-что обнаружил. Микрокамера не смогла дифференцировать грунт, поскольку даже для ее разрешения он слишком мелкозернист, но обнаружила блестящие шарики правильной формы. Это и был тот самый гематит, метко прозванный учеными Черникой. Земные облака на Красной планете После кратера Игл, начального пункта пути длиной 15 лет, А по Тюнити направился к другой метеоритной воронке под названием Эндьюранс. Глубина кратера всего 20 метров. На его дне марсоход провел полгода, изучая грунтовые слои, отдельные камни и еще раз убеждая ученых, что на Марсе когда-то были моря и океаны. Но самое удивительное событие произошло еще при спуске в Эндьюранс. А по Тюнити зафиксировал фрагмент неба, где запечатлел тончайшие перистые облака, напоминающие земные. Метеорит – первопроходец Зонд не зря 15 лет бороздил марсианские пустоши. Во многом он был первым, обнаруживая и проделывая то, что не было сделано другими аппаратами. Например, выбравшись из кратера Эндьюранс в январе 2005 года, А по Тюнити была дана команда обследовать место посадки. Именно там произошло неожиданное открытие. Был найден железно-никелевый метеорит, названный Камнем теплового щита. Странное имя, не правда ли? Но это только на первый взгляд. Стоит вспомнить, где лежал камень, и все становится очевидно. Хит-шилд-рок обнаружен зондом непосредственно за тепловым экраном, отброшенным при посадке. Пробурить булыжник размером с баскетбольный мяч, используя инструментарий, установленный на борту зонда, не представлялось возможным. В любом случае, Камень теплового щита стал первым метеоритом, найденным на другой планете. 40 дней заточения На Земле мы привыкли решать проблемы оперативно, поскольку в распоряжении человека множество рычагов для этого. А вот при дистанционном пилотировании зонда на Марсе все играет против нас. Отставание связи, пылевые бури и сама пыль, густая и вязкая. Именно в ней 26 апреля 2005 года застрял Аппотюнити. Как бы процесс освобождения происходил на Земле? Да очень просто. Учитывая вес и габариты аппарата, его легко вытолкнули бы из возникшей воронки. На Красной планете подобное не действует. Тем более в злосчастный момент рядом с зондом не оказалось бывалого марсианина Мэтта Дэймона. Действовать приходилось на расстоянии, что задержало аппарат в песчаном плену до 4 июня. Только 13 мая операция по освобождению началась. До этого спасательная стратегия была разработана и протестирована на Земле. Все это время, 40 долгих суток, марсоход был полностью обездвижен. Этапы Большого Пути За годы путешествия по пустынному Марсу Оппотюнити посетил кратеры Эребус, Виктория, Концепсион, Санта-Мария, огромный Индевор диаметром 22 километра, долину Персиверса и Марафонскую, холмы Матевича и Саландр, благополучно пережил несколько пылевых бурь и выход из строя некоторых деталей. Изучал странные камни, гипсовые жилы и необычные локации вроде Утиного озера или Грили Хейвена. Марсоход собрал огромное количество данных, начиная с подробного отчёта о погоде Красной планеты и анализе её грунтов, заканчивая фиксацией видимого прохождения Фобоса на фоне солнечного диска и нахождением косвенных свидетельств наличия пресной воды после изучения камня Эсперанс-6. Доказано, что булыжник миллиарды лет назад омывался водой, имеющей нейтральный уровень кислотности. До этого считалось, что по Марсианским долинам и Рытвинам текла жидкость, похожая на серную кислоту. Литургический сон близ кратера Индевор В спячку, вызванную пылевой бурей размером более Северной Америки, Opportunity впал на склоне громадного 22-километрового кратера Индевор. Стихия, бушевавшая несколько месяцев, превратила марсианский день в мрачные кровавые сумерки. Это чётко зафиксировал Curiosity, зонд, функционирующий в иной локации. Буря охватила всю планету, но остальным марсоходам существенного урона не нанесла. А вот Opportunity, питающийся от солнечных батарей, умер во сне. Негативную роль сыграли и критически низкие температуры марсианской ночи. Общепланетарное внимание к свёртыванию миссии приковано не зря. Зонд, находясь на Красной планете, как ни один другой аппарат, открыл для нас неведомый доселе пустынный мир, изучил его по мере возможности, предоставив убедительные доказательства того, что Марс не всегда был мёртвым и сухим. Эпоха Opportunity, в 60 раз превысившего ожидаемый период пребывания, завершилась, когда последняя, девятая попытка установить связь с зондом, не увенчалась успехом. Человеческое любопытство не знает границ. На родной планете оно уже не находит удовлетворения, поэтому представители Homo sapiens с надеждой обратили взор на свою ближайшую соседку, покрытую оспинами кратеров Луну. Надо признать, что загадочных явлений и непонятных строений на поверхности нашего спутника вполне достаточно. Тому есть масса фотодоказательств, как обнародованных, так и случайно рассекреченных. Сегодня попытаемся познакомить вас с наиболее интересными из них. Странные объекты Источники фотографий объектов, о которых сейчас пойдет речь, разные, но об их происхождении ведутся бесконечные споры. Итак, начнем. На обратной стороне Луны запечатлен кратер, дно которого имеет прямоугольную форму, схожую с земными карьерами. Кроме того, сам объект не похож на метеоритный кратер, скорее на провал лунной поверхности. Некоторые видят на его дне вход в подземелье. Ни один астроном изучал с ним, о какой им сейчас пойдет речь, и практически все сошлись во мнении, на фото видна башня искусственного происхождения. Причем высота ее немыслима по земным меркам – около 11 километров. Дальше интереснее. Весь спутник испечерен следами катящихся валунов, при том, что на Луне нет бурь, и она необитаема. Во всяком случае, нам так удобнее думать. Аппарат Lunar Arbiter обнаружил структуру, похожую на статую или стелы двухкилометровой высоты, свет от которой отражается настолько неравномерно, что ученые практически не сомневаются – объект создан из материала, напоминающего стекло. Помимо упомянутых, обнаружены еще сотни фотодоказательств. Очертания развалин и строений, идеально ровную стену 75-километровой длины, множество огней и молний, камни странной конфигурации, напоминающие черепа, титанических размеров пирамиды и многое другое. Загадка лунных кратеров. Казалось бы, что необычного? У Луны нет атмосферы, поэтому метеориты, не встречая сопротивления, падают на ее поверхность, оставляя шрамы – кратеры. Но есть в этой схеме некоторые нестыковки. Дело в том, что практически все следы от метеоритов примерно одинаковой глубины, хотя в размерах разница может быть значительной. Логично предположить, что кратеры 400-метрового и 150-километрового диаметра должны отличаться по глубине. Но на Луне этого почему-то не случилось. Некоторые ученые выдвигают смелую теорию об искусственном происхождении спутника. Объект был отлит из сверхпрочного материала, на который нанесено несколько километров грунта. Естественно, что при таких условиях логично вообразить, что воронки от падения любого тела будут практически одинаковой глубины. Что скрывает темная сторона? Учеными давно наблюдается интересный парадокс. На обратной стороне нашего спутника огромное количество кратеров и гор, в то время как на видимой стороне, наоборот, больше морей. Откуда столь явная географическая симметрия? Этому ученые пока не могут найти внетного объяснения. Да и так называемые лунные моря также вызывают массу вопросов. Вернее, не они сами, а природа возникновения этих странных объектов. Если бы Луна была горячей штучкой, проблема отпала бы сама собой. Но судя по размерам небесного тела, вероятнее всего, наш спутник всегда был холоден. Отсылка в пустоту Последние исследования строения Луны вынуждают ученых приходить к неожиданным выводам. В частности, столь малая плотность настолько крупного объекта наводит на мысль о том, что наш спутник полый. К формированию небесного тела тоже возникают вопросы. Астрономы называют Луну планетой, которая создавалась наоборот. И это также наталкивает некоторых на мысль о ее искусственной природе. Несостоявшиеся теории Известно несколько гипотез относительно причин появления Луны на земном горизонте. Кстати, изучая древние карты звездного неба, историки-археологи осмеливаются утверждать, что примерно 10 тысяч лет назад Луны не было вообще. Но оставим экзотические предположения. Обратимся к популярным теориям. Первая гласит, что Луна была захвачена земным притяжением и с тех пор пленница курсирует по замкнутому кругу. Но странность вот в чем. Луна облетает Землю не по эллипсоиду, что было бы логично, а по точно отчерченному кругу. Вторая теория о том, что Луна – осколок нашей планеты, или, по крайней мере, они совместно образовались из газового облака. Это странно, учитывая кардинальное различие в строении тел. Но наиболее невероятная четвертая теория об искусственном происхождении Луны частично объясняет аномалии, наблюдаемые на спутнике. Принудительный лунный навигатор. На Луне есть такое странное явление, как москоны. Это участки, иногда достигающие тысячи километров в диаметре, которые обладают гораздо большим гравитационным влиянием. Наиболее значительные располагаются под лунными морями, а причиной их появления считают неоднородную структуру внутреннего строения Луны. Примечательно, что особо крупные москоны в состоянии серьезно влиять на курс космических аппаратов, отклоняя их с выбранной траектории на километр и более. Мы привыкли к еженочному появлению холодной красавицы Луны на земном горизонте и не представляем иной картины мира. Но если присмотреться к фактам о спутнике повнимательнее, то очевидными станут некоторые несоответствия общепринятым законам, которым подчиняются спутники других планет. Начнем с размеров. Луна всего в 4 раза меньше Земли, что среди планет Солнечной системы является нонсенсом. Следующая странность лежит в области математических вероятностей и касается расстояния от Земли до спутника. Оно таково, что Луна и Солнце визуально сравниваются в диаметре. И благодаря этому невероятному совпадению мы можем наблюдать уникальное явление – солнечное затмение. Словом, Луна полна тайн и загадок, ответы на которые пока не найдены. Можно было надеяться на пилотируемые миссии, так удачно стартовавшие в конце 20 века. Но после первого же полета все планы относительно путешествий на спутник были экстренно свернуты как США, так и СССР. Почему? Это еще одна загадка, которую со временем предстоит разгадать. Почаще поднимайте глаза кверху и всматривайтесь в лунный лик вместе со всем миром. Возможно, она откроет свои секреты именно вам. Летом этого года слова известной песни «Долетим до самого Солнца» из метафоры превратятся в реальность. 31 июля НАСА планирует запуск солнечного зонда к нашей звезде. Паркер Соларпроп полетит не один. Это будет условно-пилотируемый полет. На борту зонды разместят кремниевую табличку с именами землян, желающих разделить тяготы сложного, продолжительного и опасного путешествия. Если хотите пополнить их ряды, спешите. Анкеты на сайте космического агентства принимаются до апреля сего года. Какая миссия возложена на амбициозный проект НАСА? В первую очередь, это изучение парадокса, связанного с аномально высокой температурой солнечной короны, по сравнению со значениями на поверхности звезды. Судите сами. Соотношение показателей 5-6 тысяч кельвинов фотосферы к 1-2 миллионам кельвинов в солнечной короне. Второй вопрос, который предстоит решить аппарату, связан с гелиофизикой, в частности, с природой солнечного ветра, его необъяснимым ускорением. Третий — это поведение солнечной плазмы и ее влияние на образование энергетических частиц. Цель исследований — оптимизировать прогнозирование космической погоды, к примеру, внезапное возникновение магнитных бурь, понимание процессов, формирующих звезды во Вселенной. В целом, это беспрецедентная миссия, не имеющая аналогов в истории, если не учитывать печальный миф о Дедале и Икаре. Солнце — титанически раскаленный шар, гигантский термоядерный реактор, перерабатывающий водород в гелий. Даже находясь на расстоянии 150 миллионов километров, нам больно смотреть на сверкающую звезду. Так какими же параметрами должен обладать аппарат, чтобы подлететь к светилу на расстоянии около 6 миллионов километров? Стоит вспомнить, что Паркер Солар Проуп задумывался еще в конце прошлого века, а в 2009 году НАСА официально озвучило поистине наполеоновские планы. Запуск несколько раз откладывался в связи с финансовыми трудностями. Еще бы, ведь стоимость зонда вместе с выведением на орбиту составляет немалые 750 миллионов долларов. Соответственно, миссия автоматически становится на первое место не только по степени масштабности, но и в плане грандиозности финансовых вложений. Что собой представляет зонд? Это аппарат массой 555 килограммов, созданный из прочного углеводородного полотна, оснащенный светоотражающим экраном толщиной более 11 сантиметров. Диаметр последнего 2,3 метра. Он отбрасывает более 99% поступающего света. Экран, покрытый оксидом алюминия, содержит два листа, между которыми помещена углеродная пена. Аппарат в сборе имеет следующие размеры 3 метра в высоту и метр в поперечнике. То, что придется пережить солнечному зонду, до сих пор не ощущал на себе ни один космический аппарат, запущенный с Земли. Зонду придется работать в очень сложных условиях, поэтому, несмотря на столь внушительную защиту, аппарат разогреется до 1400 кельвинов. Также на зонд будет воздействовать радиация в 500 раз превышающая земные показатели. Parker Solar Pro придется развить скорость, достигающую значений до 720 тысяч километров в час. Это необходимо для корректного сближения с Солнцем и выхода на его траекторию. Зонд станет самым быстрым аппаратом, когда-либо созданным человеком. К Солнцу он приблизится на расстояние в 7 раз ближе, нежели Меркурий. Parker Solar Pro стал единственным аппаратом НАСА, названным в честь ныне живущего человека Юджена Паркера, астрофизика, активно исследовавшего наше светило. Кроме того, ученый является автором понятия «солнечный ветер». Необходимо понимать, что наша звезда одновременно является благом и источником опасности для планеты. Чего стоят впечатляющие извержения плазмы и сверхзаряженных частиц, которые, несмотря на громадное расстояние, долетают до Земли. Только благодаря магнитосфере и атмосферному слою Земля не защищены от агрессии нашего неспокойного светила. Кстати, даже пассажиры авиалайнеров в определенные периоды подвергаются риску облучения. Но, тем не менее, кто находится в космосе, повезло еще меньше. Любая вспышка грозит им получением солидной дозы радиации. Агрессивные выбросы выводят из строя аппаратуру спутников связи, космических станций. Мощные солнечные вспышки категории Х провоцируют тайфуны, землетрясения и прочие катаклизмы. Не говоря уже о плохом самочувствии многих людей на планете. Поэтому миссия, которая возложена на солнечный зонд, без преувеличения крайне важна. Ведь заранее, зная о солнечных вспышках, досконально изучив их природу, возможно сформировать хотя бы минимальный защитный алгоритм. Тому есть примеры в истории космонавтики. Удачное предсказание советских ученых в 1968 году спасло жизнь космонавту Георгию Берегову. Всего через три часа после посадки корабля «Союз-3» произошла мощная солнечная вспышка, которая мгновенно убила бы человека, находящегося в это время в космосе. Паркер Соларпроп, хотя и является первым аппаратом, который будет пролетать сквозь солнечную корону, не станет единственным искусственным спутником Солнца. Первым был зонд «Луна-1», запущенный в 1959 году Советским Союзом. Он предназначался для изучения Луны, но по ошибке был захвачен солнечной гравитацией. Вернемся к современности. Паркер Соларпроп в случае успешного запуска к ноябрю этого года приблизится к Солнцу на 24 миллиона километров. А максимальное сближение произойдет 19 декабря 2024 года. Всего планируется 24 витка вокруг нашего светила, во время которых зонд пройдет сквозь солнечную корону. Собранные аппаратом данные станут неоценимым вкладом в достоверное прогнозирование солнечных вспышек, а также возможностью увидеть адскую кухню звезды по имени Солнце в непосредственной близости от нее. Количество мест на зонде ограничено. Поторопитесь, проект века уже на подходе. Величественный окольцованный Сатурн будоражит умы людей со времен Галилео Галилея. Итальянский астроном еще в начале 17 века заметил около планеты странный объект, который невозможно было отчетливо рассмотреть в примитивный телескоп. Поэтому Галилей решил, что это очередной спутник гиганта. И только спустя 46 лет нидерландский изобретатель и звездочет Христиан Гюгенс Ван Зелихем предположил, что это не что иное, как кольца. Даже сейчас природа и происхождение Сатурнианских колец вызывают споры и порождают море гипотез. А в те темные времена астрономы были уверены, что планету окружает сплошной гигантский обруч. Кстати, что колец несколько ученые прошлых веков тоже поняли не сразу. И только в 1975 году Джованни Доменико Кассини определил, что кольца разделены как минимум одним промежутком. Деление было названо именем первооткрывателя. Откуда у газового гиганта появились столь странные сопровождающие? И второй вопрос – как они удержались настолько близко к планете и не были разрушены ее чудовищной гравитацией? Решением второй проблемы озаботился француз Рош. Он точно рассчитал рубеж, за которым любое тело должно быть разорвано на клочки силами притяжения родительской планеты. Но вот парадокс. Внутренние части Сатурнянских колец предел Роша нипочем. Ученый мир недолго пребывал в недоумении. Французский астроном почти сразу же вышел из положения. Он предположил, что кольца не сплошные и не жидкие, а скорее всего состоят из миллиардов мелких частиц, поэтому на них расчеты не распространяются. Значит, расхожая фраза о Земле, свободно катящейся по кольцам Сатурна, не более чем цветистая метафора, созданная для демонстрации их грандиозности. Спустя века зонд Кассини, запущенный в 1997 году, продемонстрировал миру абсолютную справедливость утверждения француза. Но еще до эпохального события в 1952 году с помощью спектрального метода была частично выяснена природа колец. Оказалось, они на 99% состоят из водяного льда, во всяком случае основная часть, а также из пыли и камней. В изучении уникального явления здорово помогли земные аппараты Пионер и Вояджеры. Они прояснили какова истинная толщина и ширина колец, а также глазами камер продемонстрировали землянам сатурнянские обручи вблизи. Ширина колец несравнима с их толщиной. Около 80 тысяч километров против тысячи метров. Они настолько тонкие, что в определенные периоды кольца практически не видны, поэтому не мудрено, что Галилей их едва заметил. Диаметр образования огромен. Около 250 тысяч километров. Температура колец в тени составляет минус 210 градусов по Цельсию. На солнечной стороне минус 203. Вес сатурнянского балласта 3 на 10 в девятнадцатой степени килограммов. Даже издали заметно, что кольца очень разнородны. Сектора обозначаются буквами от A до E. Между ними найдено множество щелей, одна из которых по ширине практически равна диаметру Меркурия. Деление Кассини находится между кольцами A и B. Земные зонды недаром посещали окрестности планеты. Тому есть документальные свидетельства. Конечно, снимки первопроходца Пионера 11, отправленного к Сатурну в 1973 году, довольно сомнительного качества. Но заметить кольца на фото все же можно. Они отчетливо выделяются на фоне светлого небесного тела. Voyager 2 продемонстрировал большее качество фотографий. В 1981 году Зонт сфотографировал величественную планету издали, а приблизившись, хорошенько отщелкал систему ее колец. Лидером в отношении сбора научных сведений и визуализации Сатурна бесспорно стал аппарат Кассини Гюйгенс. Пришедшие с его борта изображения поразили ученых. Зонт отснял кольца и саму планету с различных ракурсов, причем снимки были настолько качественными, словно были сделаны в условиях Земли с использованием топовой оптики. Особую популярность приобрел снимок, где на фоне массивной планеты и ее колец видна небольшая яркая точка. Это наша Земля глазами Кассини. Полюбовавшись сатурнианским портфолио, стоит вернуться к основному вопросу. Откуда у планеты появились впечатляющие кольца? Версий несколько. Столкновение с другим объектом. Гипотеза утверждает, что некогда Сатурн столкнулся с планетой, которая в результате удара разрушилась на мелкие кусочки. Постепенно фрагменты собрались в кольца, наблюдаемые нами сейчас. Недостаток гравитационных сил Поскольку считается, что планеты формируются из пылевого облака, наполненного обломками, то некоторые ученые выдвигают гипотезу, согласно которой кольца – это строительный материал, не вошедший в генплан по возведению планеты-гиганта и его 62 спутников. Следовательно, сатурнианской гравитации недостаточно для использования фрагментов по назначению, но её хватает, чтобы удерживать их на орбите. Неуемный аппетит Сатурна Свежая гипотеза строится на следующем утверждении. Миллиарды лет назад Сатурн непрерывно глотал крупные спутники, находящиеся вблизи него. Предположительно, каждый из них по размерам в полтора раза превышал нашу Луну. Когда объекты покидали свои орбиты, они разрушались. Тяжёлые элементы съедал Сатурн, а лёгкие ледяные фрагменты откладывались на талии планеты. Неизвестно, какая из версий соответствует действительности, но справедливости ради стоит отметить, что Сатурн не единственная окольцованная планета. Но похвастаться настолько огромным ледяным обручем может только он. Изучение частиц льда, окружающих Сатурн, непростое дело. В лабораторных условиях мы способны получить 11 модификаций, обладающих различными свойствами. Космический лёд – уникальное явление. Для его получения необходимо охладить воду до минус 100 градусов и держать в таком состоянии не менее трёх лет. Считается, что снег из подобных кристаллов получается более пушистый, чем на Земле. Кстати, при желании из колец Сатурна можно вылепить снежок 600-километрового диаметра. Некоторые астрофизики считают, что летающие реликтовые частицы, наполняющие кольца, образовались в период рождения первых планет и обладают свойствами сверхпроводимости. Это значит, что ледяные камни в кольцах Сатурна, охлаждённые до критических температур, могут отталкивать от себя любое магнитное поле и создавать своё собственное. Именно поэтому кольца дрейфуют. На сатурнианской орбите их удерживает баланс трёх сил — гравитационной, центробежной и левитационной. Действие последней было продемонстрировано широкой аудиторией в 1986 году. Эксперимент, в рамках которого сверхпроводник, охлаждённый до азотных температур, левитирует в магнитном поле Земли, вызвал бурю восторгов. Помимо спорного происхождения колец, Сатурн скрывает множество тайн и загадок, и мы находимся в самом начале пути к их разгадке. Ну вот, как-то так, коротко об этом. Надеюсь, видео вам понравилось, и в благодарность вы поставите большой палец вверх и напишите мнение о выпуске. Ведь ваши лайки и комментарии дают очень большой заряд делать видео всё чаще и качественней. «Музыка» Субтитры сделал DimaTorzok